В Красноярске для жителей одного из домов ввели принудительный карантин. Это следует из постановления, опубликованного на сайте городской администрации. В документе речь идет о доме номер 31 на улице Краснопресненской. Согласно постановлению, мэр поручил главе Свердловского района с 1 мая, то есть с сегодняшнего дня, обеспечить изоляцию всех людей, которые проживают в этом доме, а также организовать для жителей поставку продуктов и товаров первой необходимости. Также в постановлении полицейским рекомендовано контролировать соблюдение изоляции. Как сообщают источники новостей ТВК, по предварительной информации, именно в доме на Краснопресненской 31 проживал один из первых заразившихся коронавирусом. От него заразились другие жильцы дома. Не все из них добровольно соблюдают карантин. Поэтому было принято решение принудительно изолировать всех жильцов дома. На месте сейчас находится моя коллега Мария Бухтуева. Маша, дежурят ли действительно на месте полицейские? Что вообще удалось выяснить? Оля, ну вот смотрите, я сейчас в маске, уважаемые телезрители. Я ее просто сниму, потому что вокруг меня никого нет. Полицейские действительно здесь есть, они дежурят. Я пытаюсь вам показать патрульную машину. Она далеко, и здесь пара сотрудников, я видела, они постоянно делают обход. И так вот, за моей спиной это общежитие. Сейчас я вам попытаюсь показать, как выглядит ограждение. Вот смотрите, табличка «Карантин». На дверях тоже написано «Карантин». Детская площадка за моей спиной, там тоже все обмотано лентой сигнальной. Входить сюда не разрешено. Мне удалось поговорить с жителями этого общежития, с Татьяной со второго этажа, с пенсионером, с семьей пенсионера Александра с первого этажа. Вот что они рассказывают. Здесь проживает примерно больше 40 человек, 19 комнат. Удобство находится прямо в этом двухэтажном здании, поэтому людям выходить на улицу не придется. Первые случаи заболевших коронавирусом были зафиксированы здесь пару недель назад. Ну, где-то в 20-х числах все началось. Здесь отсюда госпитализировали людей, кого-то оставляли лечиться здесь, находиться на самоизоляции, но ее, как я уже слышала, сказали, никто не соблюдал, поэтому принудительно решено было закрыть на карантин все это здание вместе со всеми людьми, кто здесь находится. Вот, кстати, обращая внимание властей, жителей этого общежития, очень просили передать, что здесь сейчас находится лежачий больной, за которым некому ухаживать, не скажу, там, несколько дней или только недавно такая ситуация случилась, но очень просят помочь этому человеку. Он проживает, если я правильно поняла, в 11-й комнате. Здесь живут пенсионеры, семьи с детьми. Большинство, как я поняла, работники цементного завода. Ну, вот здесь есть, как мне сказали жители окрестных домов, женщина, которая работает в обществе слепых. И вот с торца этого здания, это получается от меня слева, там находится почтовое отделение, оно тоже закрытое и оботано сигнальной лентой. И как там написано на объявлении, закрыто по техническим причинам. Вот давайте сейчас послушаем, как мне удалось пообщаться с одним из жителей. Я громко кричала, потому что, ну, чтобы человек меня тоже услышал. Прошу прощения. А еще вот, у нас в *** комнате заболели твой человек. Взрослые. Один уехал, а другой остался. Как так? Я сегодня всем задавала этот вопрос. Вот скажите мне, пожалуйста. Почему не забрали в больницу и вы? Почему не забрали? Она курит в туалет, она курит с нами, разговаривает, общается. А вас как-то проверяли, у вас брали анализы? Да. У нас уже три раза взяли, у нас все отрицательно. Четыре? Четыре раза, вот еще пятый раз приедут, 8 мая. Так, ну вот за моей спиной вы сейчас видите одного из полицейских, которые патрулируют это здание. Пока их сейчас двое. Все оцеплено, как я уже говорила, сигнальной лентой. Пытаюсь вам показать вот поближе, как это выглядит. Я за нее, конечно же, не пойду, не буду нарушать правопорядок. Что касается людей, которые здесь находятся, их запечатали, так скажем, сегодня в этом здании. И, как говорят люди, в следующий раз им пообещали централизованно привезти продукты, еду, ну вот все, что им нужно, товары первой необходимости только в понедельник, 4 числа. Но вот до этого времени люди сказали, что они, в общем-то, всем запаслись. И, в принципе, у них все есть. Ну, по крайней мере, те люди, так говорят, с которыми нам удалось пообщаться. Вот сейчас покажу поближе детская площадка. Как я уже сказала, здесь проживают семьи с детьми. Сколько человек, я не могу сказать. Но вот один ребенок находится сейчас в этом здании, в этом общежитии. И, как нам рассказали соседи, жители этого общежития, маму этого ребенка увезли в больницу. Видимо, у нее какие-то пошли осложнения. И ребенок грудной, ну вот он находится с какой-то родственницей, вроде бы как с тетей. Еще раз напомню, кстати, там жители смотрят на нас из окна. Еще раз напомню, что нас попросили обратиться к властям за помощью для лежачего больного, который находится в этом общежитии, в 11-й комнате. Напомню, что здесь проживает больше 40 человек, семьи с детьми, пенсионеры. И здесь расположено 19 комнат, все они закрыты, потому что жители этого общежития, к сожалению, не соблюдали режим самоизоляции. Поэтому карантин здесь введен принудительно с сегодняшнего дня и до особого распоряжения мэра. Спасибо. Это было прямое включение с улицы Краснопресненской, Свердловского района. Моя коллега Мария Бухтуева рассказала о первом доме в Красноярске, в котором ввели принудительный карантин. И прямо сейчас на связи глава Свердловского района Игорь Тетенков. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, официальная информация какая есть? Сколько там вообще всего больных в этом доме? Заболевших? Я понял вас. Официальная информация следующая, что выписано предложение Роспотребнадзорам вчерашнего числа, 30 апреля, о необходимости главе города ввести ограничительные меры, то есть карантин по адресу Краснопресненская, 31. Это связано с увеличением количества граждан, проживающих в этом доме, заболевших коронавирусной инфекцией. Сегодня мы знаем, что 17 госпитализировано и 22 находятся на изоляции сейчас. Глава города сегодня подписал постановление до особого распоряжения ввели карантин. Сегодня, значит, выезжали гражданам, были доставлены продукты питания. Кроме того, ведется санитарная противоинологическая обработка два раза в день специализированной бригадой, а также полиция осуществляет контроль за соблюдением режима изоляции. Скажите, а почему вообще решили именно в такой форме ввести карантин? Как выяснили, что люди нарушали режим самоизоляции и, вполне возможно, могли заражать других? Ну, на сегодняшний день, опять же, по именно предложению Роспотребнадзора, учитывая, что количество заболевших все-таки увеличилось, там, неделю назад было 11, сейчас 17. И, конечно, учитывая, что дом двухэтажный, учитывая, что, естественно, как бы, чтобы дальше распространения этой инфекции не было, и, соответственно, решили принять это действительно серьезное, важное решение, ввести карантин. Но, насколько мне известно, 8 мая будут повторные проведенные исследования, взяты мазки, и уже затем, как говорится, будет дальше приниматься решение. Но нельзя, чтобы дальше эта инфекция уходила с этого дома. Вы знаете, по информации нашего корреспондента, который сейчас находится вот неподалеку от этого дома, жители сообщили из окна, что в 11-й комнате этого дома, этого общежития, находится лежачий больной, за которым просто некому ухаживать. Этот вопрос будет решен, как и когда? Ну, будем так говорить. Мы активно взаимодействуем, как с Роспотребнадзором. Я сейчас буду оперативно связываться, в том числе, с главным врачом больницы номер 3, передавать эту информацию, чтобы оперативно вмешались, естественно. Ну что ж, спасибо большое. На связи был глава Свердловского района Игорь Титенков, вот в районе которого на улице Краснопресненской, 31, в доме ввели принудительный карантин. Там 17 заболевших и 22 находятся вот сейчас в карантине, в изоляции. Игорь Титенков,